Добрый день! Накануне победы я в очередной раз задумалась, как сейчас видит мое поколение войну. Фильмы, игры, СМИ показывают яркую картинку, которая сильно отличается от реальности. Я не знаю войны и не хочу узнать, но ее знали мои прадеды, и от двух остались письма и дневники. На войну ушли все четверо. Один не доехал до фронта, эшелон разбомбили. Второй в 42-м потерял руку и вернулся домой калекой. Третий прошел войну и не вернулся в семью. Четвертый должен был 21 июня демобилизоваться. А утром сирены, отступление, война. От последнего остались дневники, и мне до сих пор тяжело их читать. Каждый раз наворачиваются слезы и съеживается все тело. Война — это страшно. Он прошел путь от Львова до Праги, и несмотря на дневники, мы не знаем его точного пути. До 42-го был на оккупированной территории, связистом. В 43-м вернулся в регулярные войска. В своих дневниках он не пишет о крови, которую обильно показывают в играх. Там нет пафосных речей, как в фильмах. Третий день мне не здоровится. Температура доходит до 39,8. Очевидно, грипп. Совсем не вовремя. Теперь болеть нельзя. Время горячее. Настроение очень поганое. Вот отчего кровь стынет в жилах. Дошли ли письма семье? Почему не пришли письма из дома? Живы ли они? Эти вопросы я вижу на исписанных мелким почерком страницах, рядом с усталостью, яростью и тоской. Мне горько и страшно понимать, что это пришлось пережить моим прадедом. Он вернулся домой, где его ждали не только родственники, но и НКВД с вопросами о нахождении на оккупированной территории. Его спасло чудо. Смогли доказать, что он был связистом у партизан. После такого, наверное, многие подумают, что я ненавижу НКВД за это. Но нет. Я верю, что не было кровожадных совков, иначе не шли бы мои прадеды за страну на войну. Ура! Германия капитулировала. «Войне конец», написал прадед 9 мая. И я считаю, что никакие пафосные речи не заменят этой короткой строчке. Фотографии дневников могу предоставить, если есть такая необходимость.